Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная! Как улучшить кровоснабжение головного мозга? Мой опыт может пригодиться всем, у кого есть проблемы с кровоснабжением головного мозга. У меня с детства проблемы с сосудами мозга, так что траволечение этой проблемы мне пришлось осваивать на себе. Также мой опыт может быть полезен тем, кто головной болью реагирует на перемены погоды, у кого последствия инсульта, повышенное внутричерепное давление, шум в ушах – это симптом атеросклероза сосудов мозга. Рекомендую два растения. Это диоскорея кавказская и сафора японская. Продаются в аптеке. Рецепт такой. Взять корни диоскореи кавказской – 200 грамм. Залить примерно 1,2 литра – 1 литр и 200 грамм водки. Настаивать в темном прохладном месте 3 недели. Процедить. Взять семена, бобы, сафоры японской – 100 грамм. Залить 1 литр водки. Настаивать в темном прохладном месте 3 недели. Процедить. Настойку из корней диоскореи принимать по чайной ложке, смешивая с 1,4 стакана воды 2 раза в день на пустой желудок, примерно за полчаса до еды. Если с желудком проблемы-то, запивать молоком или кисломолочкой. Настойку из бобов сафоры принимать по чайной ложке, смешивая с 1,4 стакана воды 2 раза в день, сразу после еды. То есть, за полчаса до еды принять диоскорею, после еды – сафору. 3 недели принимать, неделя – перерыв. И так до тех пор, пока не закончатся настойки. Если вам нельзя спиртное даже в таких малых дозах, то можете делать водные отвары. Столовую ложку корней диоскореи залить стаканом воды, кипятить 1-2 минуты, укутать, настаивать с час, процедить. Чайную ложку бобов, семян, сафоры залить стаканом воды, кипятить 1-2 минуты, укутать, настаивать с час, процедить. Отвар диоскореи пить по полстакана 2 раза в день на пустой желудок, примерно за полчаса до еды. Отвар сафоры пить по полстакана 2 раза в день после еды. 3 недели принимать, неделя – перерыв. И так несколько курсов. Или можете пить отвар из таких растений – лафант, трава, астрогал, трава, гинггобелоба, листья. 1 чайную ложку какой-то одной из этих трав заварить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить. Выпить это количество отвара за день, за 2 или 3 приема. Пить на пустой желудок и принимать пищу можно не раньше, чем через 30 минут. Если будут проблемы с желудком, то принимать после еды. Курс лечения какой-то одной из трав – месяц, потом неделя – перерыв, и либо курс повторить, либо, что лучше, лечиться другой травой и так чередовать несколько месяцев. Все это противопоказано при гипотонии и кровотечениях. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.